На портал Экзекет поступил вопрос Можно ли принимать успокоительное, например, валерьянку? Правильно ли это, если мы призваны искать утешение в Боге и в молитве? Ну, валерьянка еще куда не шла Потому что это достаточно слабое вещество В сравнении с другими более сильными психотропными веществами Но от него уж такого сильного вреда не будет Но искать утешение в каких-то лекарствах психотропных я бы не советовал Да, я понимаю, что иногда бывают ситуации Когда человек может повредиться в уме Ну, например, если человек не спит Одну ночь, две ночи, три ночи Совсем не спит От стресса какого-то То тут, конечно, только вызывать скорую помощь И какое-то там 2-3 уколы димедрола Чтобы человек все-таки заснул Иначе опыт показывает Что человек может сойти с ума Это даже вот я знаю из своей жизни опыта Не личного, к счастью, но вот других Потом будет всю жизнь он сидеть на уже На таких вот серьезных психотропных веществах Как человек психически больной То есть это, конечно, не то, что я совсем все отвергаю По-любому Но вот если ситуация не такая крайняя Что другого выхода нет Только как хирургида Только ногу отрезать Потому что кангрена То все-таки надо выходить Духовно Поскольку вы пришли к этой ситуации Из-за отсутствия вовремя Вы вовремя покаялись Отсутствие покаяния Вот я могу рассказать буквально неделю назад Я не сплю У меня такие переживания Некий стресс Вот я не сплю Час, другой, третий Четыре утра Потом я на два часа засыпаю Потом уже утро Семья встала Там уже надо всякие дела делать Вот Но я встал пораньше Прочитал правила Сам удивился Хоть я спал часа два Притом не очень крепко Опять же из-за стресса Такое впечатление, как будто я выспался Проходит там следующую ночь Опять стресс этот Ну, в общем, он как бы Присутствовал в моей жизни Тут уже, так сказать Тоже я опять не сплю Ну, думаю, нет, ну а что Вот так вот не спать-спать Ты ведь больным станешь Ну, у меня нервная система обычная Не очень крепкая Так Современный человек Я начал молиться Сусу молитву Молился, молился Знаете, когда я начал молиться Так как следует Я заснул очень быстро Только единственное, что Тут надо молиться С покаянием Не просто там эту мантру произносить А с покаянием Я заснул очень быстро Вот Отсюда вывод Что мне требовалось Требовалось молиться с покаянием Вот Ну, а я мог Вот зациклен из этих помыслов Которые мешали спать Которые не носили Характер там Суждения Там Обиды Там Еще что-то там Ну, в общем Все эти грехи наши И мог спокойно Одну ночь не проспать Другую ночь не проспать Получить бессодицу В конечном счете Вот И потом успешно лечиться Всякими лекарствами Которые, как известно Ну, очень часто не вылечивают То есть, так человек на них и сидит Всю жизнь Год, другой Десять, двадцать, тридцать И так пока не помрет Если там серьезные нарушения какие-то И У меня вот Ладно, у меня такой опыт был очень Ну, мягкий Такой Несерьезный Неглубокий Да, там Все такое А вот у меня духовника У него были очень большие стрессы в жизни У него на какой-то момент Уступила бессонница Натурально Вот почти человек не спит Он пошел К врачу К психиатру Тот прописал на таблетки Стал пить Чувствует Не то Вот не то Вот Так сказать Ненастоящий это лечение Такое вот И он Как человек такой Подвижного Такого 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 настроения Он как-то лег Стал Всю свою молитву Творить Вот буду молиться Вот хоть умру А вот буду молиться Вот И В какой-то момент Когда он так молился Вот Когда он решился Вот Это был какой-то Какая-то ночь Конкретная И вдруг он увидит Беса И он еще Скричал Ах Вот ты кто И вот После этого беса Исчезает Он говорит Я чувствую У меня как купол Некий Такой Такой Защитный Сверху Вдруг Упал И после Последнего Бессонницы не было Но там была Прям бессонница Прям диагноз Не то что У меня там Пару переживаний Вот Поэтому вот Надо Понимая Что все наши Проблемы грехов Особенно Психологического Характера Надо Через покаяние Прочаститься Поисповедоваться Прочаститься Один Другой Третий раз Молиться Попытаться Нащупать грех Осознать Этот грех Нащупать Осознать Этот грех Который Ну вот Приводит меня В такое состояние Полного расстройства И пока Это не перешло Уже В такое Законченное Заболевание Психическое Психиатрическое Да Дай бог Пытаться С этого состояния Выйти Через покаяние Это возможно Это возможно И тогда Вы выйдя Вы тем самым Так сказать Ну вы не попадете За стоп Психиатр То что Или у них Обострение Они опять В больнице Лежат И опять Им там Дозу Подбирают Там все Не очень Интересно Не очень Весело А вот можно Просто Не доверять Состояние Возник Возник Стресс Возник Какая ситуация Помолись Кто тебе мешает Кроме твоей леди Помолись С верой в Бога Осознай Слюгрех Почувствуй Что у тебя Тут обиды Да Но не Набсасывает Ее до тех пор Пока она тебя доведет До состояния Психопатии Ага Расстанься с ней Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok